Заправленная ракета-носитель «Союз» буквально дышит на стартовом комплексе. Совсем скоро она оторвется от стартового стола. Международный экипаж, три космонавта, увлекаемые мощью русской ракеты, отправятся в космос. А сотни людей, каждый из которых делал этот запуск возможным, в один голос скажут. Пусть все будет штатно. Штатно – это как по нотам. Космодром – оркестр, исполняющий партию, где ни одна нота не должна быть фальшивой. Штатно – это когда нет сомнений, ведь только так, с уверенностью, можно стремиться ввысь. Их каждый раз провожают с волнением. Уже на ступеньках у ракеты между Землей и орбитой – начало их космического пути. Финишная прямая. Людей уникальной профессии. Это профессиональные люди с большим самообладанием, с серьезной подготовкой. Люди, как правило, немногословные, вдумчивые и понимающие всю ответственность и сложность своей профессии. Ведь не случайно после полета космонавтов награждают очень высоким званием, героем Советского Союза, Российской Федерации. Это не просто так. Когда космонавты поднимаются в кабине лифта к самой макушке ракеты, провожающей становится все меньше, экипаж буквально чувствует, как все тоньше нить, которая связывает их с Землей. Каждый понимает – домой вернется лишь через полгода. Посадка в корабль и прощальный взгляд. Привет всем, кто остался внизу на Земле. И благодарность тем, кто сделал этот старт успешным. Предварительно. Активный участок полета ракеты до вывода на орбиту – самый опасный. Уже не Земля, но еще и не космос. Все на пределе. Если случится нештатная ситуация, в борьбу за жизнь экипажа включаются множество людей. Есть отделение первой ступени. Принято, ощущаем. На 78-й секунде полета у нас происходит аварийное выключение двигателей первой ступени и срабатывает система аварийного спасения космонавтов. Без серьезной подготовки в реальной ситуации не справиться. В канун старта на космодроме прошли масштабные учения всех подразделений, участвующих в космической программе. Роскосмос, МЧС, Министерство обороны, Росавиация и Федеральное медико-биологическое агентство. Сотни специалистов показали свою работу. Космонавт и экипаж, три человека, это верхушка этой пирамиды. А все, кто создают корабль, создают ракетно-космическую технику, те, кто осуществляют дежурство на пунктах управления, дежурство на полигонах посадки, кто обеспечивает их полет, вот это вся пирамида, которая под ними. Космос – это особо опасная сфера деятельности человека. И наша космическая деятельность, она связана в той или иной степени с какими-то нештатными ситуациями. И мы всегда модулируем эти возможные нештатные ситуации, но все-таки надо скоординировать усилия для того, чтобы при необходимости оказывать адекватную и эффективную медицинскую помощь. Вертолеты поднимаются в небо. Действовать надо быстро. Расчетное время подлета – 15-20 минут. Вся подготовка к оказанию помощи начинается еще на борту, в небе. Время играет против людей. Мы летим на предполагаемую точку аварии. Как только отборшрут сигнал на нештатную ситуацию, вертолет сразу же поднялся в небо. По легенде учений, государство посетились в километре от старта. Из них один тяжелораненый. Место аварийной посадки капсулы обнаружено. Приземляемся тут же, в безопасной близости. Главное, как можно быстрее определить характер полученных травм и эвакуировать пострадавших. Спускаемый аппарат обнаружен. Координаты приземления 60 градусов, 23 минуты, 35 секунд. 63 градуса, 41 минута, 49 секунд. Связь с экипажем установлена. Приступаем к эвакуации экипажа и спускаем аппарата. В открытой степи температура зашкаливает. Больше 40 по Цельсию. Это предельные показания и для техники, и для людей. Условные здесь лишь травмы. Состояние больного крайне тяжелое. Это нестабильное. Часть состояния обусловлены закрытой черепной мозговой травмой. Ушиваем головного мозга предварительно. Спасатели работают слаженно. Четыре руки над каждым пострадавшим. Результат может быть только один. Спасенная жизнь. Здесь все идет на время. В реально нештатной ситуации секунды будут решающими. Поэтому и на учениях действуют как по секундомеру. Мобильный госпиталь развернут за 20 минут и готов принимать пострадавших. Без выключения двигателей вертолета их быстро переносят в реанимационные автомобили. Легенда учений словно сценарий страшного сна. Самое худшее, что могло произойти на старте ракеты. Однако все, кто участвует в запуске, должны проявить себя как слаженный организм. Вместе все сделать. Один пострадавший уже улетел на вертолете в госпиталь города. Второй находится в перевязочной. А третьему оказывают медицинскую помощь в палатке. За полчаса мы полностью готов к работе. Значит, больной был аритмией. Аритмия, ритм восстановили. Но в актуальном осмотре опять же произошло нарушение ритма. И свечем была произведена медикаментозная последующая кардиверсия. Ритм в данный момент восстановлен. Доложите, пожалуйста, о состоянии пациента. Пациент доставлен машиной скорой помощи. Наложена иммобилизация на нижнюю конечность. Пациент стабильный. Давление 120 на вольт. Пульс 88. Готов к транспортировке в больницу 1. Для вертолетной площадки госпиталя приземление Ми-8 тоже испытание. Однако отработать необходимо все до мелочей. Температурный режим, сами видите, да, сегодня вот больше 37 градусов температура. Техника у нас на пределе. Ми-8 тоже у нас на пределе было и по грузу, и по температуре. Но задачу мы выполнили. И думаю, что выполним ее в любой погребных условиях и при любой обстановке. Теперь путь от посадочной площадки до госпиталя. Довести пострадавшего стараются аккуратно, но максимально быстро. Мы находимся в продолжении космических исследований, строительстве, интенсивном строительстве космодрома «Восточный», где будут испытываться и полетят в космос новые космические корабли, новая ракетная техника. А как вы знаете, сложная ракетная и космическая техника, особенно новая, она всегда может вызвать те или иные нештатные ситуации. Учения завершены. К ним готовятся и просчитывают. К нештатным ситуациям относятся серьезно. Поэтому каждый знает, он справится. Главное, чтобы все было нештатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова